Здравствуйте! Это новости на канале Эмск 49. В студии Мария Левина. И смотрите сегодня. Новосибирские депутаты обсудили избирательную систему, а также проведение праймерис к сентябрьским выборам. Защищал свою семью и получил 2,5 года тюремного срока. Сегодня апелляционную жалобу на этот приговор рассмотрели в областном суде. Какое решение вынесла новосибирская Фемида? Состоялось 5-е юбилейное вручение новосибирской премии «Золотая репа». Кто и за что стал обладателем антипремии в этот раз? А теперь подробнее о главных событиях. Смешанная система выборов в городской совет Новосибирска. Вопрос практически решенный. Уже осенью новосибирцы будут формировать новый депутатский корпус не только по округам, но и по партийным спискам. Этого добивается фракция «Единой России». Комментарии спикера Новосибирского городского совета получил наш корреспондент Андрей Маланов. Фракция «Единой России» в городском совете Новосибирска выходит с предложением изменить систему выборов, добавив в нее партийную составляющую. Такое решение приняли в пятницу на заседании фракции. По словам спикера горсовета, это делается в интересах малых партий, которые по новой системе получат возможность представительства. При этом сами инициаторы, а их, как известно в совете большинство, конкуренции не опасаются. Если мы, как партия «Единая Россия», чувствуем в себе уверенность, то мы должны выходить на открытую площадку и в конкуренции с партиями, и в убеждении своих избирателей. Те кандидаты, которые пойдут на выборы, и те действующие депутаты, которые работали от партии «Единая Россия», они должны доказать свою состоятельность именно в этом диалоге. Именно на этой, в том числе и на партийной площадке. И если мы работали хорошо, мы будем поддержаны избирателями. Если мы работали на наших малых территориях плохо, значит нам это доверие не окажут. Мы сохраняем 40 одномандатных округов, как это и было, и добавляем по федеральному законодательству не менее 10 партийных мандатов. Партийные списки на будущих выборах будут формироваться по итогам предварительного голосования. Причем в каждом районе свои, пояснил спикер. Мы будем одномандатные округа объединять в партийный округ, в более расширенный, и, соответственно, где будут представительства от партий. Теперь единороссы готовят обращение к мэру, чтобы инициировать изменения в устав Новосибирска. По словам Дмитрия Асанцева, этот процесс может завершиться до 13 мая, и уже осенью новосибирцы будут голосовать по новым правилам. В регионе стали производить больше молока. С начала 2015-го валовое производство увеличилось почти на 5,5 тысяч тонн по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Георгий Ивашенко. В настоящее время в регионе уже произвели более 50 тысяч тонн молока. Еще не утихли обсуждения отмененных рок-концертов, как церкви вновь есть что сказать по поводу культурной жизни Новосибирска. На этот раз недовольство коснулось спектакля «История о православном ежике» и оперы «Тангейзер». По мнению епархии, в постановках не соблюдаются права верующих. Что скрывается за этой формулировкой, журналистам объяснил митрополит новосибирский Иберский Тихон. Несоблюдение прав православных. Об этом твердили на митингах по поводу концертов ряда рок-групп, и это теперь вменяют театральным постановкам. На этот раз активисты недовольны постановкой «История о православном ежике», который пытается крестить в реке Белочку, а та в итоге тонет. В Новосибирске он стал частью совместного проекта «Глобуса и Первого театра» – «Песня о родине». Чтобы не было митингов и столкновений между православными активистами и почитателями современной культуры, должно вмешиваться государство, считает митрополит новосибирский Иберский Тихон. Вот и сейчас он написал обращение по поводу оперы «Тангейзер» к губернатору, в прокуратуру и Заксобрание. Объясняет почему. Я по поводу «Тангейзера» написал, что там нарушаются права верующих людей, что там символика церковная используется не по назначению. И верующие люди возмущены тем, что ко мне те, кто посмотрел постановку, пишут письма, звонят по телефону и просят как-то посодействовать соблюдению закона Российской Федерации. Какого именно закона священнослужитель не уточнил, но добавил. Прошел почти месяц, а ответа от госструктур так и нет. Оправдание, что у горожан есть выборы, идти на спектакль или рок-концерт или нет, здесь быть не может, уверен митрополит. Ведь последствием может стать дисгармония общества. Для чего это привозится сюда вот пять рок-групп сатанинских из Польши именно и из Соединенных Штатов в течение одного года культуры? Это же не просто так, кто-то в этом заинтересован, чтобы привезти. Хотя этих рок-групп много, никакая православная общественность не выступает против них. А против вот этих конкретных, в которых нарушается именно законодательство о правах верующих людей. Пусть это в клубе, но эти люди глумятся над нашей культурой, над нашей духовностью. И верующие имеют право заявить, что извините, зачем же вы разлагаете молодежь. Спросили журналисты и о том, какую музыку в молодости предпочитал сам митрополит. На это Тихон ответил, что он не меломан, но особенно любит песни военных лет, ту же Катюшу. Добавил, что церковь не против творческого разнообразия, а за соблюдение прав верующих. Вот только есть еще и такое понятие, как право выбора, парирует возмущенные действиями православных активистов горожане. Как это часто бывает, кто прав, а кто нет, сказать трудно. Возможно, правда, где-то посередине. И хорошо бы эти две точки зрения все чаще сталкивались только в поле дискуссий и обсуждений, а не на улицах в виде митингов и столкновений. За преднамеренное банкротство одного из предприятий города Берска и растрату имущества директор завода получил пять лет тюремного срока. Противоправную деятельность руководителя выявили и пресекли сотрудники областного ФСБ. По данным управления, директор продал имущество по поддельным документам по минимальной стоимости подконтрольным ему лицам. Впоследствии завод перепродали по рыночной цене. Сумма сделки составила 56 миллионов рублей. Помимо пяти лет колонии, Берский городской суд оштрафовал директора на 3 миллиона рублей. Два с половиной года за самооборону. Такое наказание новосибирцу, который защищал дом и своих близких от вооруженного вторжения, вынес Октябрьский районный суд. И вот апелляционную жалобу адвоката рассмотрел областной суд. К какому решению пришла Фемида и какой можно сделать вывод по поводу возможности собственной обороны без последствий, расскажет Александр Булдаков. Октябрьский районный суд приговорил Андрея Барышева к двум годам и шестим месяцам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. А превысил рамки необходимой самообороны хозяин жилища в отношении мужчины, который ворвался в дом с карабином, заряженным боевыми патронами. На уличной камере видеонаблюдения все хорошо видно. Тогда выстрела не произошло только по той причине, что патрон заклинило. Пришел гость, как он сам заявлял на суде, с целью разобраться. Но Барышеву удалось отобрать оружие и силой угомонить нападающего. В последнем, по мнению суда, он переборщил. Вот за это и осудили защитника. Апелляционную жалобу адвокат на приговор Октябрьского районного суда рассмотрел Новосибирский областной суд. И вот что решил. Назначить Барышева Андрея Сергеевича наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В остальном, приговор оставить без изменения. Апелляционную жалобу адвокатирового оставить без удовлетворения. То есть, срок лишения свободы для Андрея Барышева уменьшился на 2 месяца. Ни родственники осужденного, ни защита с таким решением не согласны. И, конечно, будут обжаловать в вышестоящих инстанциях. А вывод напрашивается уже сегодня. Адвокат считает, что в очередной раз российская правоохранительная система продемонстрировала гражданам, что они не имеют права себя защищать. С одной стороны, суд однозначно признал действия лица вломившемуся в чужой дом с заряженным и незаконно хранящимся карабином абсолютно законными. То есть, это можно делать. С другой стороны, человек, который защитил своих близких, защищал свою жизнь, он оказался в глазах закона преступником. И на сегодня он находится в местах лишения свободы. То есть, закон не дает права человеку защитить свою жизнь. К тому же, до сих пор остается без ответа вопрос, почему в отношении гражданина, пришедшего в дом к Барышеву с заряженным карабином, выяснять отношения, так и не возбудили даже административного дела. А ведь именно с этого и началась эта уголовная история. Жители Дзержинского района вышли в пятницу на митинг на площадь Ленина. На улицу их вывело недовольство работой местной администрации, а именно главы района Александра Полищука. На месте события побывала наша съемочная группа. Митинг на площади Ленина был скоротечным. Примерно 20 минут потребовалось жителям Дзержинского района Новосибирска, чтобы выразить свое недовольство местной властью. Требовали они ни много ни мало от ставки главы района Александра Полищука. Ситуация кардинально не меняется. Каких-то улучшений серьезных нет. Это видим мы и по точной застройке, которая происходит в районе, и по зеленым зонам, что застраивает ту же самую березовую рощу. По березовой роще много вопросов. Ухудшение экологической среды, уничтожение зеленых зон, к которым, по словам участников митинга, приложил руку и действующий глава. Я являюсь председателем общественной организации «Березовая роща», которую в 2008 году начали фактически уничтожать. По проекту, в котором участвовал в том числе Полищук. Это не единственный объект, который в «Березовой роще». В округе там и Комсомольский сквер снесли, и парк возле ДК строителя, зеленый парк, поставили на могилах в «Березовой роще», ресторан сделали. Кроме этого, есть претензии и к обслуживанию жилых кварталов, в том числе частного сектора. Как не убирается улица, так и не убирается. Снег не чистится, мусор тоже фактически не выводится, освещение не работает. Если даже где-то есть на улицах, то оно не работает. Весной, допустим, дети, когда идут в семье в первую школу, это уже на протяжении 5-7 лет, там такая лужа, и невозможно пройти. Участники митинга подготовили обращение к мэру Новосибирска, в котором требуют уволить главу района. Кроме Дзержинского, в Новосибирске еще 8 районов. В зависимости от того, как сложится судьба этого обращения, их главам теперь нужно быть поосторожнее в действиях и повнимательнее к жителям. Как студия для развития детей превратилась в частную школу. Своё 25-летие отмечает одна из старейших школ «София». Её создали три женщины для своих детей. Теперь таких ребят больше сотни. В честь юбилея руководители устроили большой праздничный концерт, на который пригласили несколько поколений выпускников. С подробностями наш корреспондент. Юбилей решили отметить масштабно. Не в стенах родной школы, которая располагается на базе общеобразовательной 137-й, а в доме Ленина на большой сцене. За 25 лет существования школа «София» успела поработать на разных площадках. И при детском садике, и вот теперь при школе. А началось всё в 90-х годах, когда три женщины решили создать для своих детей центр развития. Потом он быстро перерос в школу. Частная школа «София» – первая частная школа в городе. Даже когда ещё не было закона образования, где частные школы законодательно были прописаны, эта школа уже существовала, правда, с другим названием. Она называлась «Частная». Было товарищество с ограниченной ответственностью. Потом мы в 92-м году, когда вышел закон образования, переименовались в частную школу «София». Дети не рождаются, но частными и государственными. Дети везде одинаковые, так же, как и везде одинаковые учителя. И всё-таки есть особая атмосфера в частных учебных заведениях. К примеру, говорят, что там обстановка домашняя. Самих учеников меньше, все друг друга знают. Можно ходить в другой форме, ну, своей, которую ты любишь. И от этого у тебя душа становится свободной, и тебе приятно более учиться, как бы, что можно чуть-чуть даже распуститься. Сесть там, да, не вот так вот руку поднимать, а в полный рост, как-то более домашние условия. Вообще у нас достаточно часто, допустим, мы ездим в дом престарелых, мы устраиваем там концерты. Кстати, наряду с педагогами развитием общеобразовательного учреждения занимаются и дети. К примеру, в Софии проходят настоящие выборы президента школы. И может стать старшеклассник со своей особой предвыборной компанией, которая придется по душе и школьникам, и родителям, и педагогам. Так как я старшеклассник, поэтому я имею некий совет со старшеклассниками. Мы пришли к выводу, что, например, очень полезно, когда мы, например, выезжаем на какие-то производства и смотрим, как происходит, как люди работают, чтобы нам самим уже определяться своей профессией. В день рождения и школьникам, и педагогам повезло. Уроки отменили в честь юбилея и праздничного концерта. И это еще один плюс частной школы, в которой есть и общепринятые в образовании правила, и свои традиции – домашние. В Новосибирске ищут водителя, который вернул незнакомой девушке более двух миллионов рублей. В начале февраля молодой человек подвозил девушку до одного из агентств недвижимости на сделку по покупке квартиры. Пакет с наличными пассажирка забыла в автомобиле. О том, что деньги потеряла, узнала только в офисе. К счастью, водитель позвонил в агентство и меньше, чем через час, деньги вернул владелице. Сделка состоялась. Сейчас сотрудники агентства и счастливая обладательница новой квартиры ищут скромного героя, чтобы его отблагодарить. Через несколько секунд расскажем о том, кто стал обладателем премии «Золотая репа». Депутаты, бизнесмены, прославившиеся своими неблаговидными поступками, либо высказываниями, наконец-то получили по репе. И не простой, а золотой. «Золотая репа» – это название антипремии, вручение которой уже в пятый раз происходит в Новосибирске. Как это было, смотрите далее. Антипремия, статут которой гласит «За неординарные высказывания и дикобразные поступки», на этот раз проходила в самой гламурной обстановке. «Шампанское» – девушки из модельного агентства, песни в исполнении несравненной Светланы Галкиной. «Ой, какая же достоинь, твой шелчий господь, где цеплят от бока, от чисточных солнца». Видимо, организаторы решили воссоздать характерную атмосферу лихих девяностых, в которую так замечательно вписались бы некоторые лауреаты этой репы. Впрочем, малиновый пиджак и «Золотая цепь» были только на ведущей, а гости были одеты вполне по сегодняшней моде. Среди них можно было увидеть известных политиков, бизнесменов и телеведущих. Собственно, они-то и вручали долгожданные награды. Ведущая программы «Председент» Светлана Воронкова объявила о присуждении антипремии депутату Госдумы Вадиму Деньгину, который предложил отменить в России Санта-Клауса. «Вообще, если бы депутат Деньгин иногда заплетывал в Википедии, он бы понял, что Санта-Клаус – это святой Николаев. Поэтому мне как бы непонятно, почему он хочет лишить нас общих христианского святого». Интересно, что на этот раз премию присуждали те, кто ранее сам получал по репе. Юрист Алексей Кристианов, прошлогодний лауреат за мракобесие года, в этот раз наградил Сергея Паука-Троицкого. «Мы еще вернемся в Новосибирск, например, что-то поддерживайте КТР, поддерживайте наши дела, и вскоре радостная жизнь вам придет». Депутат Алексей Александров, получивший ранее репу за твиттер года, присудил репу министру областного правительства Сергею Семке в номинации «Плесень года». «Когда человек задумывается о сыре с плесенью, у него времени не остается думать о другом. Ну вот как не вручить за эти слова премия номинация «Плесень года». Увы, никто из отмеченных антинаградой на вручение не явился. Это понятно, наверное, были заняты. Непонятно, почему не пришли те, кто должен был вручать премию. Вот за это в 90-е можно было действительно заработать по репе. «Алексей Мазург, главный аналитик». «Пошли под столом, посмотрите на меня». «Их, наверное, выгнали». «Выгнали?» «Да». «Кто заберет?» В общем, врученной оказалась лишь одна золотая репа – модельному агентству «Элит Старс» за многолетие сотрудничества с организаторами. Вручал ее продюсер премии Александр Бакаев и была уже не анти, а вполне гламотной. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте www.ensk49.ru. Приятных вам выходных. Оставайтесь с нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok